Итоги работы подвели и в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Медицинскому персоналу есть чем гордиться. Высокое качество услуг отмечено на государственном уровне. Соответствующую премию вручил премьер-министр Дмитрий Медведев. Людмиле Самсоновой 58 лет. И сегодня она полна силы желания и дальше жить интересно и счастливо. Глядя на нее, сложно предположить, что несколько дней назад ей сделали сложную операцию на коленный сустав. Знаете, у меня болело ноги, 15 лет, наверное, больше 15 лет. Какие препараты я только не принимала. В начале прошлого года Людмила решилась на первую операцию. Уже через год ей оперировали вторую ногу. Ежедневно в Федеральном центре травматологии проводят 27 операций. В прошлом году приняли 7 тысяч пациентов. Среди них и дети с церебральным параличом. Из 470 детей республики, страдающих этим недугом, 70% прошли через федеральный центр. Доктора стараются, чтобы некоторые виды лечения дети воспринимали как игру. Уже после первого курса лечения в большинстве случаев наблюдается улучшение. Бывают очень сложные ситуации, особенно если речь идет о деформации позвоночника. На начальной стадии сколиоз можно вылечить с помощью гимнастики и корсета. А при сложных формах необходима операция. У меня первые слова были, что я счастлива, что я исправлю, что я ровная, что мой доктор сделал то, что я так долго хотела. Что я сделаю? Куплю облегающую кофту с открытой спиной. В прошлом году в центре поставили на поток операции с использованием нейромониторинга. Технология практически сводит к нулю риск осложнений. Способствует этому и открытие собственной лаборатории. Мы на сегодняшний день закрываем все аспекты лабораторной деятельности у себя здесь. Делаем и иммунологию, и клинику, и биохимию. И вот с недавнего времени материологические исследования выполняем. Пациент диагностики. То есть, в общем-то, как бы абсолютно все. И более того, даже с нами, как бы, ну, блистнежащие лечебные учреждения тоже сотрудничают. Это им удобно. Быстро взяли, чем вы даете? Да, поскольку все автоматически через анализаторы проходит, и результат буквально в течение 30 минут – это максимум. Задачи на этот год еще более серьезные. Отрасли необходимы эндопротезы и инструменты для проведения высокотехнологичных операций. И хорошо бы, чтобы они были отечественные. Импортные с каждым днем обходятся все дороже. Глава Чуваши обсудил с врачами возможность создания соответствующего производства на базе индустриального парка, который строится в Чебоксарах. Вот здесь вот представлен практически весь спектр, который используется в травматологии. И более того, это не будет не просто расходный материал, да, это еще и будут вот и силовые инструменты. Это практически единственные производители в нашей стране, которые будут выпускать эти инструменты для наших травматологов. Да, они в 5-20 раз дешевле, чем импортные аналоги. Надежда Яковлева, Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова